Всем привет, друзья! Сейчас сделаю обзор на квартиру 50 квадратных метров, сделаю обзор на ламинат, уложенный единым контуром. Есть здесь что вам интересное рассказать, поэтому, если хотите посмотреть потом ролик, нет времени сделать сохранение, либо оставайтесь с нами и проводите приятное время за чаем и печенюшкой. Итак, смотрите, какая у нас тут особенность. У нас стена сделана из декоративного камня, и я вам скажу, что декоративный камень надо всегда делать после укладки ламината и даже после покраски стены и потолков. Сначала сделали отделку, все закрыли, потом аккуратно этот камень подвели, потому что, представьте, если у вас камень смонтирован, подвести к нему ламинат с зазором, потом поставить какой-то плинтус, у вас возможности просто не будет на такой рельефный кирпич. Поэтому мы сначала уложили ламинат по всей квартире, потом аккуратненько все закрыли и уложили этот кирпичик уже после даже покраски, после установленного подоконника, после ламината. Теперь это выглядит аккуратно. Сделали ступеньку, сохранив направление плашек, поставили вот такой алюминиевый уголочек, который красиво перекрыл торец ламината, и с расстояния вот полутора метров он уже не выделяется, не бросается в глаза. Ламинат идет единым контуром по всей площади, заходит у нас также в спальню и также в гардеробную, без всяких порожков. Единственное исключение у нас, естественно, как всегда составляет эта плитка. Вот у нас плитка. Причем плитка размером по длине, посмотрите, плашки длинные, плитка тоже очень длинная, это плитка Бальдоцер, ее размер 20х160, очень длинная плитка, похожая на ламинат и кварцвинил. И посмотрите, что у нас сочетается этот ламинат с плиткой очень хорошо, благодаря алюминиевому порожку, который мы поставили под полотном двери, приклеили на клей. У нас здесь оставлен зазорчик около сантиметра, и туда она клей фиксит, клейный порожек, кучу раз о нем снимал ролик. А здесь у нас с теплыми полами вложена такая длинная плитка, которая, ну, если просто на нее смотреть, даже от ламината вы не отличите. Здесь же у нас ламинат аккуратненько подведен к входной двери, и в этом месте он приклеен на тот же самый клей фиксит, и тоненькая полоска силикона. В этом месте решили сделать так. И также этот кирпичик был уложен уже непосредственно на ламинат. Если ламинат придется заменить, то кирпич, естественно, впритык на ламинат не клался, там буквально есть миллиметр-два зазор, ламинат просто можно будет вынуть оттуда, так же, как из-под дверей. Двери же тоже на ламинат ставятся. Сначала мы делаем напольное покрытие, потом устанавливаем дверь, и потом делаем порожек. Именно такой порядок у вас должен быть. Поэтому ламинат при замене просто, естественно, оттуда просто легко можно будет вынуть. Здесь ламинат с фасочкой, красивый немецкий ламинат, довольно износостойкий, и вот единым контуром, без всяких проблем, он лет 7-10 точно прослужит. Конечно, если прямо приходить зимой с обувью и ставить ее, чтобы здесь были лужи, любой ламинат придет в негодность. Ну, какой-то небольшой коврич здесь придется положить, но в любом случае ламинат с фасочкой, тем более, как видите, он идет по направлению свету, то есть мы не будем лишний раз сбивать стыки, смотрится очень хорошо, во всей квартире эргономично так, органично, и вот это отсутствие порожков, конечно, ну, мне кажется, красоту и практичность улучшает. До 100 квадратов можно делать ламинат единым контуром, более уже не советую, потому что опасно, что ламинат может где-то подняться. Обязательные условия, ламинат должен у вас неделю в открытых пачках пролежать на объекте, чтобы принять влажность помещения, полы должны давно у вас высохнуть, ни в коем случае нельзя залить финишным равнителем, и там в течение недели на этот равнитель уже ламинат укладывать, у вас просто ламинат напитается стяжки водой и разбухнет. Также, если вы используете пробковую подложку, под нее обязательно надо пленку, иначе ламинат также может напитаться воды и встать у вас домиком, потому что если влажность будет повышенной в квартире, ну, поверьте мне, особенно если единым контуром делаете, ламинат очень-очень сильно все-все обпитывает влажность, во все стороны одинаково расширяется, а если у вас где-то еще ламинат придавлен тяжелой мебелью, например, вот кухня, если он придавлен, то, скорее всего, в эту сторону уже двигаться не будет, здесь, если вы маленький зазор к стенам сделали, желательно, чтобы зазор был не менее 8 мм, то у вас уже могут быть проблемы, что посередине будет болоться, поэтому будьте аккуратны, если все правильно, грамотно делать, в хорошей команде, которая понимает, что зачем делать, дает гарантию, то также красиво можете сделать и себе полы без порогов единым контуром. С дешевым ламинатом не рекомендую такое делать, тупо потому, что он у вас очень быстро придет негодность в зоне прихожей, потом уничтожится в зоне кухни, дольше всего прослужит в зоне спальной, и начнете потом, через 5 лет, а то и раньше, переделывать свой ремонт. Поэтому единым контуром делаем только качественный немецкий хороший ламинат, желательно с фасочкой. Надеюсь, информация была вам полезна, пишите свое мнение, пишите о своем опыте, как у вас в квартире, были ли у вас проблемы какие-то с ламинатом, интересно вас послушать. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok